всем привет добро пожаловать мою оранжерею за окном у нас идет дождь очень холодно 15 градусов прям как осень но у меня в оранжереи все цветет сегодня три звезды моего показа это адениум колумнея у меня в руках вся в цвету и стефанотис это мой красавец стефанотис радует меня цветением или как его еще по-другому называют это мадагаскарский жаснин моему стефанотису уже года четыре есть я его покупала в таком цветочном магазине он был такой вот как обычно продают маленький такой и постепенно я его пересаживала в большую посуду и вот до пересаживала что у меня сейчас сидит 50 литров в горшке и цветет я могу сказать он у меня вот сейчас зацвел куда в середине летом можно сказать ближе к концу лета и он у меня будет свести наверно до нового года потому что еще даже в новый год он бывает прям черт белый стоит очень прям красиво видимо ему хватает подсветки и солнца зимнего ему достаточно и температура в принципе его устраивает чувствует себя прекрасно но у меня горшок конечно стоит там ящичек примерно вот такой сантиметр пятьдесятный над пола потому что а стефанотис любит очень светлое место в квартире и любит чтобы на него попадала еще и солнце ну конечно вот эти прямые солнечные лучи которые полуденные бывают не очень-то их любит у него просто обжигается листья и вот посмотрите какой у меня высокий если вы поставить на пол но он с меня ростом точно будет у меня вот метр семьдесят два сейчас конечно у него вот пошла одна веточка до цвет набрала но у него будут завязываться бутоны в принципе он у меня каждый год цветет вот любит он опрыскивание ну я его опрыскиваю вечером либо пораньше утром чтобы листья просохла перед попаданием солнечных лучей любит подкормки раз в 14 дней его подкармливаю для цветущих растений грунт универсальный абсолютно универсальная почва и главное в поливе у стефанотиса это вот я вам сейчас покажу видите я его поливаю когда вот верхний слой почвы подсохнет вот подсох он конечно уже здесь корни вот они все и вот примерно обязательно теплой водой ну я поливаю из-под крана потому что растений много и отстойной воды мне конечно нет я его просто вот допустим поливаю за раз вот этот вот ковшичек я выливаю но земля должна просохнуть верхность верхний слой почвы должен быть просто то есть он не любит тоже застоя воды как и другие растения а так вообще могу сказать это неприхотливое растение если его понять что ему нравится и он очень еще могу сказать у него очень ароматные цветы прям очень ароматный особенно знаете к вечеру ближе к вечеру начинает просто благоухание такое принципе у нас в семье все переносят хорошо запахи такие так что все нормально еще один герой моего видео это конечно адениум он конечно вообще просто просто красивый просто какой-то ангел знаете вот просто когда заказывала утерян сорт не знаю как называется уже просто и в интернете смотрела не могу точно сказать ну вот просто похож на белого ангела конечно цветы если смотреть по интернету посмотрите какие у него шикарные цветы просто прям такая гофрированная каемочка нежно-розового цвета прям вот нежность просто нежность так хочется сказать просто ангел хочу вам показать еще здесь цветочек такие нежные но у него конечно было больше бутонов но открыл он только три потяну потому что у нас как на зло такие дни прям пасмурные солнца не хватает и он просто скинул еще два бутона а так вот здесь еще два было бы это был было вообще шикарно но у меня конечно и радует и так что он разница кроме цветения посмотрите не вот такие еще форме там внутри же еще когда просто сильно наружу не вытащила но все равно мы прямо здесь вот прям хорошо так утолщается очень красиво смотрится и цветет он у меня уже наверно с недельку это точно и прям бутоны хорошо еще держится ну по уходу за адениуме я говорить сейчас не буду так как у меня есть видео можете зайти посмотреть на моем канале как я ухаживаю за адениуме ну и третий герой нашего видео это колумния красавица посмотрите какая она прям вся в бутонах вся таких вот уже такие как собачки знаете такие с открытой пастью такие зубастики такие цветочки интересные она прям вся усыпанная конечно очень красивое растение имеет декоративный вид она же потом очень свисает красиво и вот эти вот свисающие и обильно цветущие побеги очень красиво и декоративно смотрится я ее вырастила сама с маленького отростка то есть она очень хорошо меняется вот срезанного верхушки побег да вот этим череночек я просто поставила стаканчик с водичкой и она просто хорошо дала корешочки и вот она сама растушилась я ее не обстригала она сама растушилась и уход в принципе она у меня тоже сидит в универсальной земле и я все так растения поливаю по мере пересыхания верхнего слоя почвы то есть я даю просохнуть чтобы их не залить и поливаю теплой водичкой и удобряю также 14 дней для цветущих растений она конечно цветами ну вот чуть когда они не распустившиеся напоминает эсхинантус но когда они распускаются у эсхинантуса конечно они просто трубчатые такие вот такая красавица моя я конечно очень довольна колумней нравится ну и вот еще немножко о плюмерии она у меня все-таки продолжает еще радовать мне оставшимися цветочками вот у нее здесь еще два распустились но такого уже цветения обильного конечно нет ну хотя вот здесь вот цветонос тоже появился несколько здесь цветочков раскроется продолжает цвести и моя усилия набирает цветы у нее просто на веточке везде по краю бутончики но вот этот вот первый раскроется я очень тоже рада я потом обязательно сниму видео по ней еще я с нетерпением жду когда зацветет мой большой адениум который привиты разными сортами вот у него прямо вот здесь вот на одной ветке прям вообще бутоны прям видны уже здесь у меня сорт привиты махровый насколько я помню и по листве это у меня сорт адениум мадам баттерфляй а рядом стоит само растение тоже сорт мадам баттерфляй и тоже заложил бутоны прям по всем веточкам но мои плоды не конечно тоже цветут вот белая тоже вот уже три его здесь четвертый цветочек но это познаете на молодая у меня и конечно же цветет и красная продолжает свести круглый год она мне на цветет не переставая честно говоря может быть месяц отдыхала где-то и все и вот у меня есть мысль такая я их хочу посадить в одно кашпо как вы думаете мне кажется это будет очень красиво белая с красным ну я не буду повторяться по другим цветущим моим растениями так как было недавно снято видео а вот следующее видео смотрите у меня будет видео о пяти моих новинках название которых я вам сейчас не скажу увидимся в следующем видео